Девушки отдыхают Это повышение. Понял? Фильмография литовца Любомираса Лаутявичуса прослеживается роли двух типов. Актёр создаёт образы либо брутальных волевых мужчин, либо иностранцев. Любомирас родился летом 1950 года в столице Литовской ССР. С детства Любомирас мечтал об актёрской карьере. С 16 лет подросток занимался в студии при театре города Паневежес, возглавляемом Йозасом Мельтинисом. Режиссёр, который вывел драмтеатр маленького литовского городка на всесоюзный уровень, считал, что на актёра нельзя выучиться в институте. Мастерством юноши и девушки должны овладевать, вращаясь в труппе. На сцене Любомирас Лаутявича с 18 лет. В биографии артиста три театра – Паневежский, Клайпицкий и Каунацкий. Диплом по специальности актёр театра и кино Любомирас получил в 1980 году. Первый актёрский успех пришёл Любомирусу после участия в многосерийном телевизионном фильме «Богач-бедняк». «Убирайтесь отсюда, невоспитанный грязный иностранец!» «Я бы не советовал так выражаться, мисс. Если бы вы не ходили по школе, виляя задом в этой юбке, может, ребята и не стали бы рисовать вас голым». «Убирайтесь вон отсюда, грязный бош! Я не привык, чтобы со мной так разговаривали. Поняла? Красотка французская!» В экранизации романа Ирвина Шоу Лаусяючис сыграл жестокого отца семейства, покончившего с собой в начале ленты. Персонаж был гораздо старше актёра, но это не помешало Любомирусу играть ярко и убедительно. Всесоюзная слава пришла Любомирусу после съёмок в фильме «Морской волк» по роману Джека Лондона. «А ты?» «Я дам вам тысячу». «Ты согласен приступить к обязанностям Юнги? Или мне придётся взяться за тебя?» «Ну что?» «Да». «Скажи «Да, сэр». «Да, сэр». В значимых перестроечных лентах «Иди и смотри» и «Чужая белая рябой» Лаусяючис исполнил главные роли. «От тебя каждого зависит, сколько она ещё протянется. Война. Трусом никому стать не дадим. Никому. Главное их оружие – страх. Превратить тебя в раба. В насекомое». Литовец дважды сотрудничал с режиссёрами Глебом Панфиловым и Владимиром Бортко. «Не пытался ли он что-нибудь проповедовать в присутствии солдат?» «Нет, Эгемон. Он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, так это то, что из числа человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость». В сериале «Каменская» Лаусяючис сыграл генерала Заточного, в антикиллере – генерала сепаратистов Адуева, а в ленте «КГБ в смокинге» – офицера ЦРУ Уолша. В сериале «Единственный мой грех» Лаусяючис перевоплотился в главного героя – деспотичного председателя рыболовецкого колхоза Петра Черняева. Критики сочли Черняева реинкарнацией образа капитана по прозвищу «Волк Ларсон», сыгранного актёром в молодости в фильме «Морской волк». Личная жизнь Лаусяючис счастлив в личной жизни. Много лет актёр состоит в браке с коллегой по Каунасскому драматическому театру Лилией. Жена подарила Любомирусу новых детей – сыновей двойняшек. Андрей Лаусяючис стал звукорежиссёром, а его брат Томас – политологом. Сейчас Любомирусу Лаусяючису 70 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, впереди много интересного!